Здравствуйте, меня зовут Токмачев Роман Евгеньевич. Я доцент кафедры факультетской терапии, врач-кардиолог. Я расскажу вам о своем исследовании создания системы кардиореспираторного анализа для диагностики, объективизации тяжести сердечно-легочной недостаточности и оценки эффективности реабилитации больных хронической обструктивной болезнью легких и хронической сердечной недостаточностью. Увеличение средней продолжительности жизни, как больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, так и людей в целом, сопровождается увеличением доли пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Среди причин госпитализации в кардиологические отделения, особенно среди пациентов старше 65 лет, ведущую роль играет декомпенсация сердечной недостаточности. Так, несмотря на все предпринимаемые меры, ежегодная смертность больных с хронической сердечной недостаточностью на амбулаторном этапе составляет 7%, а тех больных, которые нуждались в госпитализации по поводу декомпенсации сердечной недостаточности – 17%. При этом сочетание сердечной недостаточности с другими заболеваниями значительно ухудшает прогноз таких больных. Другой глобальной проблемой XX-XXI века является хроническая абструктивная болезнь легких, распространенность которой во взрослой популяции в среднем составляет 10-12%. Причем заболеваемость имеет тенденцию к увеличению с возрастом от 2% до 12,5% 75-летней популяции. Многие исследования демонстрируют, что около 50% населения имеют ту или иную легочную дисфункцию, по поводу которой не обращаются к врачу. Поэтому считается, что распространенность хронической абструктивной болезни легких может быть недооценена. При этом также считается, что хроническая абструктивная болезнь легких страдает от 25% до 42% больных с сердечной недостаточностью по данным популяционных исследований. Коморбидное течение данных патологий ассоциируется с повышенным риском повторной госпитализации и летального исхода. Рассматриваются общие механизмы этиопатогенеза, которые включают в себя системное воспаление, оксидативный стресс, дисфункцию эндотелия. Таким образом, наши исследования направлены на изучение коморбидного течения хронической сердечной недостаточности и хронической абструктивной болезни легких. Трудности дифференциальной диагностики, такие как усиление одышки при сочетательной патологии, повышение риска неблагоприятного исхода предполагают дальнейшее развитие этой научной темы и совершенствование методов диагностики и принципов лечения данной категории пациентов. Наше исследование в первую очередь направлено на то, чтобы обратить внимание специалистов на необходимость комплексного подхода при введении пациентов с коморбидной патологией. Достижение оптимальных результатов в данном случае – это сохранение жизни пациента, возможно, при наличии хорошей ранней диагностики и системного подхода к лечению таких пациентов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова